Работа для глухонемых и слабослышащих Мы решили, что избежать каких-то сокращений, увольнений, быть спокойным на своем рабочем месте может быть человек с ограниченными возможностями среди себе равных Вот они собрали два. От двадцатой до тридцатой страницы. Сейчас собирают, прикладывают еще десять листов. От тридцатой до сороковой. И так постепенно, пока не соберется вся книга. Старые стереотипы и новые возможности. И. 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 Эти маленькие танцовщицы пока только постигают искусство балета. Для того, чтобы стать профессионалами, придется еще немало трудиться. Но на пути к успеху им понадобится и труд тех, кому красоту классической музыки никогда не услышать. Отсутствие слуха и балет. На первый взгляд эти понятия несовместимы. Однако между ними связь все-таки есть. Пуанты, в которых танцуют многие балерины нашей страны, от Большого театра и Мариинки до самой маленькой балетной студии, сшиты руками вот этих людей, слабослышащих и глухонемых. Дело в том, что мои дедушка и бабушка, которые меня вырастили по маме, они основатели школы обучения глухонемых, по крайней мере, на Украине. Поэтому глухонемых я видел с детства. Я знал, что они прекрасно работают руками. Идея привлечь инвалидов по слуху к созданию танцевальной одежды и обуви пришла Николаю Гришко 22 года назад. И воспоминания детства его не обманули. Сейчас на предприятии работает уже 55 глухонемых мастеров. Я могу сказать по секрету, что у нас есть уже 4 пары, которые нашли среди наших рабочих мужья, нашли будущих жен, и, так сказать, эти пары состоялись. Альберт Попов – один из тех, кому работа помогла обрести семейное счастье. Жена Альберта трудится в соседнем цехе. Сегодня она, правда, взяла отгул. Немного приболел их маленький сын, о котором Альберт рассказывает особенно охотно. Только не словами, а жестами. Сейчас ему 5 лет, он ходит в садик. Ну, конечно, хулиганит мальчишка. Приходил сюда симпатично. А, он плохо слышит, да, тоже плохо слышит. Этим девочкам трудно даже представить, как это не слышать музыку, а значит, не иметь возможности двигаться в такт. Чтобы танцевать на кончиках пальцев, как Плесецкая или Захарова, им придется не раз стереть свои пальцы в кровь и износить сотни пуантов. Однако сшить балетную обувь – это тоже нелегкий труд. Чтобы собрать пуанты, надо собрать между собой более 55 деталей и при этом совершить 111 технологических операций. Вот сейчас конкретно идет операция сборка деталей верха обуви, то есть заготовки. То есть девочка собирает заготовочку. Из швейного цеха пуанты попадают в цех сборки, в руки мастеров-мужчин. Здесь происходит основная операция – изготовление жесткой коробочки. Коробочка наша состоит из шести слоев. Это четыре слоя мешковины и два слоя бязи суровой, пропитанные специальным дегстринным мучным клеем. Коробочка держит стопу плюс фаланговое сочленение. Правильно? То есть вы не сможете работать, если нет жесткой коробочки. Освоить все эти сложные операции не так-то просто. Тем более человеку-неслышащему. Поэтому первые три месяца работники трудятся под руководством наставников. Тоже глухонемых. Один из таких наставников – Руслан Адельшин. Он обучает новичков уже три года. Они же не слышат, им надо объяснять. И так как вот директоры этих ног посоветовали его, потому что он давно работал. Выбор на Руслана пал не случайно. На языке жестов этим людям проще понять друг друга. Да, есть, конечно, нюанс, потому что если вот пишут, объясняют, то совсем по-другому, чем жест там. Вот. И как бы он ближе к ребятам. Летом в сезон гастролей и отпусков фабрика не работает. А осенью у Руслана опять прибавятся работы. Планируется очередное расширение штата. Так что у инвалидов, которые сейчас сидят дома без работы, есть время обдумать это предложение. Открыть свое дело. Решиться на это не просто даже здоровому человеку. Не то, что инвалиду. Ведь для этого нужны не только финансы, но и немалые силы. Однако смельчаки все-таки есть. Два года назад Людмиле Мусаевой пришла в голову идея организовать собственный бизнес. Из-за проблем со здоровьем работать, как все, она не может. А на одну пенсию по инвалидности прожить сложно. Людмила собрала своих знакомых с такими же проблемами и предложила им выход. Идея заключалась в том, чтобы инвалиды и пенсионеры имели возможность в мастерской предлагать бытовые услуги населению нашего округа. Это, может быть, какие-то мелкие строительные услуги, мелкие бытовые услуги, технические услуги. То есть мелкий, может быть, ремонт радио, электроники, аппаратуры. Люда, просто мы с ней очень давно дружим. Когда она мне предложила такой вариант, я, правда, обрадовалась, потому что, ну, на самом деле я уже потеряла всякую надежду, потому что дома сидеть и морально, физически очень тяжело. Уже просто с ума начинаешь сходить от безделья. Ну, хоть что-то делать. Воодушевленная такой поддержкой, Людмила села за бизнес-план и написала его всего за несколько дней. В районной управе и в службе занятости проект понравился. Женщине пообещали помочь. Многие даже посчитали, что это ноу-хау. Мы, допустим, вот пришли в приемную нашего президента, и советники, они просто сказали, что было бы здорово, если бы такая мастерская была в каждом округе, в каждом районе, потому что это решило бы сразу проблему инвалидов. 200 тысяч рублей. Столько требовалось, чтобы открыть мастерскую. И эти деньги выделил в качестве субсидии на закупку оборудования столичный департамент труда и занятости населения. Это без, скажем так, предварительной подготовки инвалиды могли бы работать на этих станках, делать ключи всевозможные. То есть тут вот два станка, разные виды ключей можно делать. Технику Людмила получила несколько месяцев назад. Но пока она пылится у нее дома без дела. Осталось решить последний, но немаловажный вопрос – найти помещение. В местной управе открывающемуся предприятию предложили занять пару комнат в Совете ветеранов. Но в итоге заселиться туда не получилось. Потому что там было недооформлено что-то с документами, с этим помещением, именно департаментом недвижимости. Все, нам отказали. Снять помещение по некоммерческим ценам в Москве не так-то просто. Но опускать руки Людмила не собирается. Спасает уверенность – мир не без добрых людей. Да, я понимаю, что полный рабочий день, может быть, я не осилю. То есть, да, возможно, мне нужны какие-то препараты медицинские, передышки какие-то. Но это совершенно не значит, что меня надо вычеркнуть из жизни. А вокруг нас такие же люди, их очень много. Вот я была на ярмарке вакансий для инвалидов. И люди потянулись к нам, и многие очень звонят, хотят с нами работать, просят, чтобы мы им выделили вакансии. Бросать нельзя. Бросать нельзя это дело. Нет. Дмитрию 41 год. Он до сих пор живет с мамой. Завести свою семью, полноценно работать, зарабатывать деньги ему мешает болезнь. Болезнь особенная, душевная. Таких, как Дмитрий, в одной только Москве тысячи инвалидов. И, между прочим, труд, по мнению врачей, им не противопоказан. Однако работодатели вслед за обывателями упорно путают их вполне мирные нервные расстройства с буйством и клиническим слабоумием. В общем, грубо говоря, тем, у кого есть справка, работу, кроме как вот убирать что-нибудь, в общем, не дают. У нас и так к инвалидам относятся не очень доброжелательно в обществе. А когда это инвалид по психическим заболеваниям, то тут же идет совершенно отрицательное отношение, и даже говорить не хотят. Не то, что принимать на работу. Профессор Исаак Гурович изучает психические расстройства людей не один десяток лет. Он уверен, что даже диагноз «шизофрения» еще не повод для отказа в трудоустройстве. В жизни многие его пациенты обычные люди. Работать они не могут только в период обострения болезни. Но с помощью современных медицинских препаратов даже эта проблема решаема. Если человек наблюдается врачом, то можно вовремя это заметить, вовремя определить, принять меры, изменить дозу лекарств, которые он получает. И тогда мы получаем продление ремиссионного состояния. Конечно, положение в обществе этих людей часто приводит к тому, что сами они пассивно ждут помощи от других. Дмитрий, например, самостоятельно даже не пытался искать работу. Как разорвать этот замкнутый круг? Сегодня эту проблему пытаются решить сообща отдел по работе с инвалидами при службе занятости и врачи, наблюдающие таких пациентов. На протяжении 10 лет при общественной организации «Новые возможности» работает маленькая типография. Здесь инвалиды осваивают тонкости печатного дела. А скажите, а что это вы делаете такое? Это я складываю транссульский язык, брошюра. Это листоподборка. То, что в больших типографиях выполняют машины, а в маленьких типографиях делают практически вручную. А еще какие здесь работы вы можете делать? Ну, можем складывать обложки, можем это клеить, резать здесь и складываем еще газеты. Ну, интересно. Интересно, нам не очень нравится. Учеба в этом кружке – не фикция и не игра. Здесь издают самые настоящие книжки по всем правилам типографской науки. Вот эту книжку, например, я сделал полностью сам. Я ее верстал, я ее, это самое, печатал. Ну, естественно, с участием всех других наших участников, нашего кружка. Но могу сказать, что вот это моя работа. Дмитрий кружок посещает уже пять лет. Тех знаний, которые он здесь получил, вполне достаточно, чтобы работать в настоящей типографии. Осталось дело за малым – найти работодателя. И все же, несмотря на настрой в обществе, создатели кружка уже кое-чего добились. У нас есть такие два человека, которых мы устроили. Вот один работает в заводской типографии нашей. Мы очень хотели поехать на этот завод и своими глазами увидеть счастливчика. Но не смогли. Дело в том, что его коллеги даже не подозревают о том, с каким диагнозом работает человек. И эта съемка могла бы ему просто навредить. Благодаря типографскому кружку удалось привлечь к делу инвалидов, которые ощущали себя в этой жизни совершенно беспомощными. Дальше – дело за работодателями. Кого, когда и на каких условиях работодатель может сократить? Если работник был уволен, у которого и стаж работы намного выше, и опыты, какие-то знания, навыки, то, соответственно, необходимо будет обращаться в суд, обспаривать это в судебном порядке. Консультация юриста, а также новости на рынке труда в нашей следующей программе. Продолжение следует...